Уважаемые гости, Клуб молодых литераторов Кубани, Краснодарского отделения Союза писателей России и Галилея Сантау, Рады приветствовать вас на мероприятии «Народное творчество. Основа русской классики». В этот вечер в качестве ведущей с вами будет Галина Закоева. И в начале нашего мероприятия я хотела бы предоставить слово Елизавете Романовой, которая познакомит вас с народным творчеством в русской классике 17-19 эпоха. Спасибо, Галина. Итак, сегодня действительно очень важно вспомнить наш город, то откуда мы начали свой путь, как развивалась русская литературе. Она развивалась своим особенным путем. Вы, наверное, это ощущали, читая книги. Наш путь несколько отличается от пути европейской литературы. И именно поэтому, когда мы начинаем делить романтизм, классицизм, мы видим, что у нас все двигалось несколько по-другому. И вот сегодня мы поговорим о таком интересном явлении, которое, в принципе, созвучно и в Европе было, в европейской литературе, и в российской. Но акцент все-таки мы сделаем на нашу российскую, русскую литературу, древнерусскую. Мы захватываем с вами период, когда древнерусская литература становится русской классической литературой. Эпоха романтизма. Итак, вот предромантизм. Что было? 17 век. 17 век – это время, когда сказки еще не нужно было собирать и классифицировать. Они рождались, они являлись миром. Были сказки древние о животных, которые можно было... Их все рассказывали. Были сказки волшебные и были социально-бутовые. А социально-бутовые сказки, в которых в виде животных участвовали чиновники. И вот такие сказки очень часто разыгрывали на площадях, в различных театрах, райках. Либо коробочка вот такая перелистывая, перелистывали картинки и рассказывали сказку. Какую историю. Либо это был балаган с петрушкой. И это было реально и актуально. То есть люди приходили. Сейчас мы идем в музей, в театр. А тогда люди собирались, решили смотреть на петрушку, развлекаться. И это время еще классификации не нуждалось. Яркий пример из сказок, например, сказка о Ярше-Яршовиче. Ярше, который попал в Новый Групп случайно и представился совершенно другой рыбой. Сознанно начало себя строить нечто собой, себя не представляющее. В результате, конечно же, был съеден действительно крупным хищником. Восемнадцатый век наступает. И вот время, когда у нас окно Ярлопу открывается. Петр Первый приносит много нового в нашу культуру. Далой породы, далой сарафаны. И сказка становится неактуальной и неинтересной. Интересной становится современным дамам восемнадцатого века культуазное обращение, красивые стихи, которые сочиняются для каждой дамы, в честь каждой дамы. Романтические истории, сентиментализм начинаются. Ходы, стихи начинаются. Но сказка исчезает. Сказка исчезает, в принципе, из внимания людей совершенно. Исчезает, говорящий о них. И вот только такие замечательные авторы, как Криди Коски, он пытался восстановить сказку. Но пришлось придумывать, так как все было подчинено науки, оно должно было быть интересным. Дамы бы не захотели слушать какие-то блюдечка. Вот представьте, что нужно было сделать, чтобы рассказать о блюдечке на тарелочке. Да, помните этот образ? Катись-катись, блюдечка такое. Катись-катись, яблочко, да, по тарелочке. Покажи мне дворца крыльцо, покажи мне милого лицо. Помните, вот заговоры такие наговоры сказочные. Так вот, чтобы это было не просто банальная тарелочка и какое-то банальное яблочко-фильм. Это были специальные зеркала на бужинах, которые прощались и показывали какой-то образ милого. Вот такие были сказки. Сказки тяжело читаемые. Сказки, хорошо отражающие эпоху того времени. Такие сказки читать очень трудно, потому что там настолько зауи, что он совершенно перестает быть волшебным и сказочным. Все обосновано по передовым технологиям того времени. Там можно так сказать. То есть это передовая наука того времени торжествует подобные сказки. И да, мы уже слушаем только подобные сказки. По-настоящему к сказке возвращается Жуковский. Это уже начало 19 века. Вы знаете его чудесные такие произведения, как Севплана. Основаны на народных страшных историях о покойниках. Я на страшном угадании, когда ставятся зеркала, не угадается милого. Есть также и страшные истории о покойнике. Есть еще у Жуковского страшная сказка. Светлана, она хотя бы мило заканчивается, это просто сон. А есть другая история, где действительно покойни приезжает, забирает его возик на кладбище. Это действительно древняя русская история. Жуткая о том, что нельзя, нельзя гадать. Это сон-калак. Старший. И еще так же. А вы скажете, кто мог заниматься так активно сказками? Кто любил 19 века заниматься сказками? Вы знаете, все абсолютно. Все. Пушкин. Пушкин. Совершенно правильно. Александр Сергеевич Пушкин. Так вот, они вместе с Жуковским поспорили и на спор написали сказку «Спящая красавица» и «Спящая царевна». Спасибо. Это было проявление интереса к русскому языку, к народному устному творчеству, которое к тому времени начало утрачиваться. Такого дворянства фактически не знало русского языка, не говоря уже о русских сказках. Пушкин в данном случае повезло. В данном случае рассказывали много всего интересного, интересных историй сказок. И дальше вы знаете, кто у нас самый главный сказочник, действительно Пушкин по 19 веку. Сказки, которыми мы сейчас до сих пор почитаем девятую сказку, кроме Пушкина. И это было яркое проявление. Дальше интереснее. Ведь а где, кроме Родиона, кто-то еще должен знать эти сказки? И вот вы имеются исследователи, люди, которым действительно интересна культура, которая забывается постепенно, культура народа. И наиболее известный сборник сказок – это сборник Афанасьева. Сказки Афанасьевой можно найти в любой библиотеке, можно найти в интернете, можно найти сокращенные варианты, можно найти очень-очень подробные. Я вот читала когда-то очень подробные, мне понравилось безумно, потому что там не только сказки, но и различные притчи, вплоть до апокрифических каких-то историй. То есть это, конечно, не Евангелие, даже не претендует на звание. Но это вот это народное понимание, я даже хочу пересказать одну историю, потому что нигде я больше не встречала, что от пьяного человека отворачивается Бог. Вот упал человек, напился человек, упал, и Бог от него отвернулся. В это время к нему подошел черт и обмазал нему грязью и нечистотами. Человек снова расплакался и пошел к Богу, Бог его отмыл. Человек снова пошел к Кабак и напился. И снова упал, и Бог от него отвернулся. И тогда подошел к нему черт, проткнул его палкой и впустил в него, 77 недугов. И, как считается, что вот отсюда и пошли эти полярочки у людей, различные хвори, болезни и хворобушки. Вот это вот иносказательное обредел алкоголя. Вот как еще рассказать, вот такими интересными историями. Это проблема 19 века. Были алкогольные бунты, кстати, бунты, истории. И это отражается, конечно же, в народном творчестве. И очень интересно, сейчас историки, много сказочников, много исследователей сравнивают, что Баба-яга, Баба-яга 17 века, она молодая, она богатыша. А Баба-яга 19 века, это уже старуха. На Баба-яга костяная нога, которая живет где узкая такая уязва, но с потолоком в роз, это на самом деле кровь. Лежит она на границе миров. Если в таком контексте читать сказки, то становится жутковато, куда девушки забредают в поисках своего утраченного, суженного. Либо сами парни, да, и мамочки, куда они попадают, куда они забредают. И вот такая вот проблематика сказки, да, она перестает эти проблемы в принципе, потому что люди начинают интересоваться народным творчеством. И дальше мы видим, что Некрасов это в принципе народник, да, и все построено в народном стиле. Проявляется интерес к исторической песне, появляется частушка, меняется жизнь народа, появляется много новых колькорных видов. Более короткие сказки, частушечки вот в конце 19 века появились, причем они сначала были из 8 строчек, а потом уже сократились до 4. Это все было связано с тем, что люди ехали работать. И зачастую даже женщины, которые уезжали и в семье они были покорные, то работающая женщина больше себе могла позволить. И вот это вот полпотоломлю, 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 да, знаете, на одной доске останусь, а с минимум не останусь. Это еще из тех времен идет. То есть баба начала топать. И мы таким образом доказывая свою правоту, да, свое какое-то желание, вот я хочу выйти замуж за этого человека, и я за него выйду, да, батюшка, матушка, я пошла замуж. Уже появляются такие вот смущие. И дальше мы переходим к 19, да, из 19 главного 20 века. 20 веков все наши актеры северного века в той или иной степени касались мифологии либо русской, либо зарубежной. Если мы возьмем Глеба, например, ну, в принципе, все построено на сказаниях разных народов. Африка, Абиссиния, Индия и, разумеется, и русские. Интересные есть истории. Мы очень уважаем этого акта, очень любого творчества. Также, также очень интересно прочитать. У Цветаева есть поэма «Красный молодец», где и поэма «Переулочки», и в «Переулочках», и «Красная девица», и «Красная молодца», потому что там все это есть. То есть и девицы, и молодцы, и все как-то меняются. Но учитывая, что эпоха модернизма настала, мифология начинает вливаться в какие-то новые формы, принимать какие-то новые... Взаимодействует с восприятием норм человечества. И там главные герои, они не то, что там жили долго и счастливо, они уходят в огонь синий. Такое восприятие мира. Новое, огненное, синее пламя, да? Не просто пламя, а еще и синее пламя. Такой вот символ любви. И что касается времени нашего, сейчас уже постмодерна проходит, но ярким явлением постмодерна явилось то, что даже, скажем так, такая сказка не была затронута постмодернистами для того, чтобы ее переосмыслить, пересмотреть, передумать и где-то оправдать плохих героев понятия, какие-то поступки. В детстве, наоборот, хороших, скажем так, сделаем слишком хорошими. Может быть, кто-то вспомнит эти книги, кто-то читал, где находили вы сказки и легенды, и пересмотренные, перечитанные, вольно, перемывал сюжет книг. Кого-то, может быть, что-то есть? Ну, наверное, хочется вспомнить Пелемина, но он, дело в том, что работает и не с нашей традицией, он работает больше с традицией восточной. Да. Может быть, Пелемин, может быть, кстати, из постмодернистов наш. Я не смогу сказать, какие сюжеты конкретно он перерабатывал. Может, это чувствовалось. Да. Владимир Сорокин. Могите еще. Вот. Вот она. Это особенность постмодерна, да? Заметьте, это взять что-то, да, и так вплести в свою историю, что-то, что-то оно мне знакомо. Ну, так знакомо, что я не могу понять, что это. Ну, также спасибо за наших авторов. Также самые яркие – это первая книга Савковского, первая часть «Ведьмоката». Вообще, в принципе, он по сказкам фактически ходит. И каждая из историй, она вывернута совершенно по-другому, да? Она развелась, даже не то, что вывернута, она развелась с такой стороны, с которой мы не ожидали увидеть эту историю. Ну, еще из ярких, как я вспомнила, с Мелефисента, да, потому что мы уже все прямо знаем, да, пересмотрели, а почему же Креп заставилась-то еще красавицу уснуть. И также важно, что чем больше у нас будет таких интересных, да, обращений к нашему творчеству, к нашим корням, тем больше будет интересных произведений, потому что наша культура не менее интересная и богатая, чем культура Европы. Вот, почему ей хочется, да, еще побольше, да, наших каких-то интересных историй услышать, наших сказок, по-моему, прочитанных, допустим, или плетеных во что-то. И хочется сказать, что, ну, как мы заговорили о «Спящей красавице», да, о Мелефисенте, вышел этот фильм, потом как-то вот, как-то мне пришло, я как-то завершить все, я еще не только лектор, но я и поэт, я прочту свое виденье «Спящей красавице» в 21 веке, то есть по-современному, по-моему, да, в моей трактовке. Проснись, проснись, принцесса, ты спишь три сотни лет в объятиях тайны леса, где солнца днем почти что нет. Проснись, и ты узнаешь, что принц твой не придет. Ты знать об этом не желаешь, так кто же его спасет? Его спасет другая, отважней, посмелей, она и умница такая, но нет в ней крутости твоей. Хотя на что нам ничьи крутости? Пусть баба правит балом, а мужики, забыв про гордость, живут, как все, таких на вакуумах. Но ты проснись и оглянись, быть может, кто-то и найдется, кто скратит эту злую жизнь, но в лес он точно не попрется. Ты, улыбнувшись, тихо скажешь, какой же странный этот сон, тревожит ночи веки. И поудобнее тихо ляжешь, проснусь я лучше в новом веке. Порой мне кажется, что жизнь, блюж сон, красавица, уснувши меня. И я шепчу тогда, проснись. Но страшно взять вот так проснуться. Спасибо. И завершить свое выступление хочу, передав слово современной сказочнице, у которой принцессы самостоятельно мыслят, принимают интересные шаги в своей жизни, не боятся идти вперед, встречают своих принцев, советуют им. То есть они очень современные принцессы, в один счет моей спящей, красавицы классической. Далина Забела, прекрасный наш автор. Сегодня я прочту вам отрывок из своей сказки «Принцесса Мерпа и морские котики». Когда-то в далекой-далекой стране жил добрый король, и было у него шестеро сыновей и маленькая дочь, краше самой заверной мечты. Однажды решил король-вдовец жениться во второй раз. И королева через год преподнесла ему такой подарок, на который и смотреть-то не хотелось. Родилась у нее дочка скверная-прескверная. От одного взгляда на нее у людей настроение, как молоко-прескверная. Стали расти дочери короля. Старшая Анжелика – доброе сердце и красивая лика. А младшая дочь – Ольга, черствая и гадкая. И вот наступил 15-й день рождения Анжелики. Король пригласил всех принцев из соседних стран в гости, чтобы выбрать жениха для дочери. А королеву тем временем посетили самые мерзкие подружки – зависть и злость. Ох, как же не нравилось ей, что пачлится во всем лучше родной дочери. И решила она на хитрость пойти. Позвала к себе Анжелику и говорит ей, «Узнала я от прислуги, что твоя старая нянюшка сильно захворала, поэтому не сможет она на праздник прийти». «О, матушка, я обязательно должна ее навестить», – испугалась девушка. Королева только этого и хотела. Отправила она падшерицу полюдать нянечку, которая жила в далекой деревушке, что была задремучим лесом, а сама нарядила свою гадкую дочку нарумянема и отправила встречать гостей принцев. Вскоре заметил король, что старшей дочери нет нас на праздники, а младшая, того и гляди, очарует самого лучшего жениха и спросил королеву, мол, «Где Анжелика?» А жена и говорит ему, «Вослушалась она тебя, государь, не пришла на праздник, видно, не выйти ей первый замуж». Нахмурился король и промолчал, стал думать-думать. А тем временем Анжелика шла через лес, и вдруг видит, заяц застрял в корнях огромного дерева. Помогла она ему выбраться. Русак поблагодарил за помощь и говорит, «Не ходи дальше в лес, там колдун живет». Хватает он в полон девушек, заплутавших в лесу, и прячет в своей пещере. Испугалась Анжелика, но вспомнила о своей заболевшей нянечке. «Не могу я назад пойти, добрый зайчонок!» И направилась дальше. Чем дольше шла, тем врачнее становился лес. Тем страшнее оказались огромные сумрачные деревья, и воздух был холоднее. Вскоре повстречался Анжеликий дятел. Его длинный нос так глубоко застрял в толстой коре дерева, что он никак не мог его вытащить. Девушка освободила бедолагу, а в благодарность дятел ей говорит, «Не ходи дальше в лес, там колдун живет. Запрячет он тебя в темной пещере. Век света не увидишь». Пуще прежнего испугалась Анжелика, но вновь вспомнила о больной нянечке и пошла дальше. Идет через топкое болото и видит, тонет в кучине кровь, страшные-престрашные. Глаз нет, а лапы огромные-преогромные, когти острые-преострые. Посмотрела на него девушка. «Как такому помочь? Страшный он!» До того и гляди, поцарапает руки до кровушки. На жалобу ей стала хрота. Все же не заслужил он смертушке в мерзкой кресине. Наклонилась над болотом принцесса и с огромным трудом вытащила звека. Улыбнулся ей кротко-шмарной улыбкой и говорит, «За доброту твою благодарю, а дальше не ходи». «Знаю про колдуна!» вздохнула Анжелика. «Но в деревушке, что за лесом?» «Моя больная нянюшка живет. Она увидит меня и обрадуется. А радость быстро лечит хворь». Покачал головой кровь и юркнул в нору. Вздохнула королевская дочка и продолжила путь. Шла долго ли, коротко ли, сама не заметила, как стемнело. Вдруг из-за куста выбирается к ней страшный, скрюченный колдун. Направила на Анжелику свой волшебный посох с сияющим алым пламенем. Испугалась Анжелика. Хочет убежать, но шевернуться не может. Сковало ее колдовство злобное. Вдруг перед ней появился юноша-эльф небывалой красоты и одним ударом меча убил колдуна. Анжелика перевела дух и поблагодарила за свое спасение храброго эльфа. Долго я пытался избавить мой лес от этого негодяя, но крепки были его чары. Всякий раз он превращал меня в разных животных. То в зайца, то в дятла, то в слепыша. И только ты не поврезгивала помочь даже брату и трижды меня освободила. Девушка улыбнулась в ответ и дрогнула сердце эльфа. Влюбился он в прекрасную Анжелику и решил проводить ее в домик у старой няни. Навестили они старушку, эльф дал ей волшебный эликсир, и нялюшка тотчас поправилась. Вернулась Анжелика во дворец вместе с принцем и представила его батюшке. Обрадовался король всем сердцем, что со временем его дочь королевой эльфу встанет и волшебные земли объединить с родными. А королева напротив, позеленела от зависти, руки ломает и думает, как же отнять такого жениха у пачерицы и свою дочь за него выдать. Думала, думала и придумала. Вы же знаете, что астероидом дают на разных писателей, поэтов, да? Вот, собственно говоря, вот эта сказка работает. «А-а-а! Не хочу читать!» раздавались громкие крики будоража пространства. Лошадь приоткрыла один глаз, обушенный серебристыми весницами, и повела правым ухом, определяя источник звука. «У меня сейчас каникулы!» не унимался звонкий голос. «Хочу отдыхать!» Лошадь повернула гору и открыла второй глаз как раз в тот момент, когда крошка астероид с номером 2208 запустил увесистым топиком в одного из своих старших братьев. Скорость полета движется благодаря невесомости была ничтожно мала, и тот успел бы много раз увернуться, но вместо этого подхватил брошенный артефакт, попавший в эту часть Солнечной системы уже несколько лет как в земном предыдущем звуке. Ходили звуки, один из космических кораблей, периодически взлетавших с третьей планеты, его потерял. Информация была непроверенная, корабля этого воочию никто не видел, а словам звездной таблицы, из-за которой эти слухи и родились, верили не на 100%. Мало ли, что это не пронакопытный приветец. Лошадь, она же та самая звездная таблица, окончательно проснулась, тряхнула мерцающей древой и тихонько заржала, но астероиды, увлеченные с хором, не обратили на нее никакого внимания. Чтение развивает способность мыслить. Старший астероид помахал книжкой, собирается отправить назад, но вдруг передумал. Вместо этого открыл ее на первой попавшейся странице, быстро заглянул внутрь, снова захлопнул и, переходив поудобнее, продолжил траволучение. Когда читаешь, улучшается память и внимание. А еще он замолк, придумывая более весомый аргумент. Это возможность узнать мир. Мы дальше нашего пульса астероидов никуда отправиться не можем. А тут, он опять потряс комикам, другая цивилизация. Не хочу другой мир, привычно отмахнулся, чужие доводы астероид 2208. Хочу астроголограмму рассматривать, и с друзьями в нарды играет. Старший астероид Кошлиной. Нарды еще один корабельный артефактон, и сам умеет. Но пользователь литературы от этого признавать не перестал. Парки скажу. Звездная кобылица, очень внимательно наблюдавшая подпалкой врать, слегка напряглась и перевела взгляд на гигантский шар с дук. Гнева Юпитера опасались все вокруг. Молнии и штормы у него выходили отменно. И даже она, свободное и независимое создание, в такие моменты предпочитала оставаться в стороне. «Я беда!» — обиделся маленький астероид, демонстративно отворачиваясь от брата. Старший вздохнул, посмотрел по сторонам и заметил на гадинском предатель. Красавица-ложик приветственно вскрахнула, толкнулась всеми, как у талисрава, и вдова прыжка оказалась возле астероида. Младший по-прежнему смотрел в другую сторону. Он настолько глубоко погрузился в себя, что казалось, вытащить его из этого состояния удастся не скоро. Тем временем кобылицу, перейдя на шаг, подошла к старшим и потянулась в мордой, чтобы, согласно заведенному издорно-ритуалу, получить порцию лаз. Спрятав к нему в пространственный карман, астероид погладил живот, животное, чего та закрыла глаза и замерла. «Читать не хочет», — пожаловался разнеженная кобылица некоторое время спустя астероид. «А я ведь как лучше хочу, для его же поиска». «Да не собирался я отцу жаловаться», начал оправдываться он. «Сдалеча он улыбался». «Может, ты что посоветуешь?» — добавил он с надеждой. «И как он читать не любит?» «Даже перед родственниками сын». «Необходим обряд именно наречения», подсказала тихонечко кобылица. «Пока он с номером ходит, толку не будет». «Так его только люди проводят», расстроился старший. «А до этого вообще может не дойти. Из наших многие безымянные с момента открытия сколько времени прошло, они так с номерами не живут». «Да», — протянула кобылица. «Процесс может на мига растянуться и закончиться ничем». Она посмотрела на спину младшего, потом, приняв решение, сорвалась с мест, и понеслась по космическому пространству. На следующее утро в Крылской астротетической обсерватории планеты Земля серьезный ученый делился с коллегой. Зон странно приснился. «Вот засмотрю я в наш азимутальный телескоп и вижу, как звезды вместе собираются». «В созвездие приедет второй, не менее серьезный ученый. Что же в этом странного?» «Нет», — согласился первый. «Звезды собираются в красавицу кобылицу. Скачет она между звездами и планетами, скачет, а потом останавливается, смотрит на меня своими умными глазами. И вдруг ни с того ни с сего начинает Евгения Аймедина декланировать, а рядом цифры раскрываются. «Присниться же такое», — посочувствовал второй. «Может, что-то тяжелое на ночь съел или мифов начитался?» Первый ученый услышался и поправил толстые очки. «Не скажи». Менделеев периодическую таблицу тоже во сне увидел. Прослушавшись, я стал думать, о чем мне космический номер знакомым показался. И вспомнил, это же тот астероид, который 4 года назад дай, думаю, назову его. Красиво будет и великому поэту дань уважения. Зато еще несколько небесных тел поименую. А где-то такой си астероидом дружная космическая семья праздновала внезапно проснувшуюся тягу звания по астероиду с порядковым номером 22-08 от ныне носившего имя Александра Сергеевича. Добрый день. Я все-таки решила продолжить сказочную тему. Вернемся мне обратно и прочитается авторское стихотворение о русалках. Поднимались русалки плавно после зимнего полусна. Захотели покинуть плаву, ведь царило вокруг. Весна. И однажды в ночи безмолвной вмиг, когда полонит звезда разбиваясь по берег волны, пожелала чудес одна. Ранним утром в рассветной небе из-за хвойного камыша вышли девицы и на бреге танцевали обряд в ржах. Захотели все стать похожи на обычных девиц земных. Рыбьи глазоньки, рыбью кожу сбросить было мечтою их. И свершилось земное чудо. Стали рыбки теперь людьми, ходят ножками и повсюду ищут вечной большой любви. Честно, искренне, без гипноза, безобытенной ворожбы. Ищет девочки симбиозы, разбиваясь по берегу, разбиваясь по берегу, а бог убит. И, пожалуй, раз уж тут читаю прозу, поделюсь коротенькой сказочкой тоже о принцессе. Называется, облево появились не на пустом месте. Когда принцесса была маленькой, злая полдунья прокрыла планету Арбас, погрузив ее в вечную зиму. А сама девочка завершала обрести счастье только когда, когда деревья снова станут зелеными. Долгие годы город был покрыт снегом, и на улицах царила холодная зимняя атмосфера. Люди носили теплые шубы и шапки, а деревья были лишены своих зеленых листьев. Но в один прекрасный день на пороге королевской семьи Абалом появился рыцарь Даниэль, который пообещал спасти планету от вечной мерзлоты. В этот момент принцесса Зельда вышла в тронный зал и увидела парня. Даниэль влюбился в зеленую с троя взглядом и пообещал королю спасти и ее от всех недугов. Абалом перед тем, как рыцарь шел, его подозвала Зельда. Девушка дала на прощание рыцарю подвеску и сказала, что она принесет ему удаш. У Даниэля получат петлом действия, поэтому он незамедлительно отправился в лобово полдуни, которая наложила это страшное проклятие. К заходу солнца добрался рыцарь до единого замка полдуни. Встретившись лицом к лицу все обитатели сезанки, захотел парень решить все проблемы по-любому обычным разговором. По слухам, предыдущие герои сразу бросались на полдуни с мечами да луками, а потом отчего-то не возвращались в родные края. Увидев на пороге гостя, старушка пригласила его в замок, а рыцарь в свою очередь предложил ей попить чай, который сам делал из елого в подвеску. Долго Даниэль пил чай вместе с полдунией, по ощущениям, около недели. После продолжительного чайпития полдуния встала и грозно сказала, мне надоело этот чай из елого в подвеску. Я бы хотела попробовать напиток с другим вкусом. Рыцарь улыбнулся и ответил, не могу я, милая женщина, сделать чай с другим вкусом, потому как на Абисе уже много лет не наступает весна и лево. Но больше всего меняла и не это. Минцесса Зелья так прекрасна, но в ее жизни тоже не наступает весна из-за вашего проклятия. Старушка погрешнела и ответила, вообще-то Зелья моя дочь, которую выкрали король и королева, но я понимаю, что совершила огромную ошибку. Вижу, что ты искренний добрый парень, поэтому открою тебе тайну. Для того, чтобы спасти Аргост и Зелью, нужен поцелуй истинный любви. Возвращайся в королевство и спаси всех, но не забудь принести мне после спасения несколько других чайных. Даниэль послушал полдонию и вернулся домой. Войдя в трону на зале семьи, а вот парень, невзирая на всеобщее негодование, ничего не объясняя, побежал к земле и поцелу его. Внезапно за окном все начало меняться. Первые признаки весны были заметны на улицах города. Снег начал таять и на зеле появлялись первые проростки травы. Люди начали снимать теплые шелтые шапки, а дети вышли играть на улицу. Однако самое удивительное произошло с деревьев. Они начали просыпаться от зимней спячки и постепенно возвращать свои зеленые листья. Сначала на деревьях появились маленькие зеленые точки, а затем они превратились в красивые зеленые листья. Люди радовались возвращению зелени на улице города. Они гуляли по паркам и наслаждались красотой природы. Дети играли в гру деревья, флорили листья и делали из них забавные поделки. Деревья были особенно красивыми в этот период. Их зеленые листья блестели на солнце, а ветви были покрыты распустившимися цветами. Люди останавливались у деревьев, чтобы насладить своей красотой запахом цветов. Когда деревья снова стали зелеными, это напомнило жителям Мавалуна о том, как прекрасен окружающий мир. Наступление весны подавило надежду ее в то, что после зимы всегда наступает весна и что жизнь продолжается. Через некоторое время земля и Даниэль поженились. Парень задержал свои обещания и приносил колдуни раз в месяц чай с разными вкусами. А земля действительно поправилась и больше не выглядела как увядающий от стужи цветок. на сцену приглашается Юлия Ивко. Сегодня я хочу прочесть два стихотворения, вышедшие в годы двоих стихов читания. И первое стихотворение относится к теме сказочной. И вот Елизавета чуть-чуть свое прочтение отдала сказке «Успящий царевный». У меня есть свое прочтение, может, более тоже современное, но финал не нужно сказочный. Ну, очень. Маланя, несущаяся мечта. Далеко-далеко, где в рассветной тиши волны берегу ласкутари, где свежо и легко ветер в листьях кружил, в невидимые птицы парили. А в саду золотом, там, где ивы плетут свои длинные гибкие косы, гибнет брошенный долг, орхидея цветут и роняют рассветные слезы. Там, на красной скамье тело сладостности золотых кружевах утопая. Она видит во сне принц перед нею стоит, поцелуем ее пробуждая. О, прекрасная память, молю, очнись, поцелуй мой огня горячее, о, моя госпожа, я взываю, проснись, я любовью тебя обогрею. Ты во сне мне явилась, меня позвала, я поверил, мечтой преданья, бросив дом свой, оставив большие дела, устремился на край и раздание. Пред тобой теперь я с надеждой стою, что не зря в эту сказку поверю. Я всем сердцем тебя, моих поедей, люблю, и тебе свое сердце доверю. Далеко, далеко, средь заснеженных гор, в замке станут калиния, дорога. Принц, уснув в ее, видит сказочный сон, в нем прекрасное дело называет. Смелый мой господин, ты ко мне приезжай, поцелуем меня пробуждая, ты любовь мне навеки и сердце отдай, я открою тебе двери рая. Чувень был ее взор, голос плей к нежне, а такое мечтал не однажды, видна этой печали длинноких ночей и любви нестерпимая жажда этот сон породила. Мираж, что в ночи только сердце его растревожило, лишь ночные светила и плани свечения. И мы тихо шептали, а может бросить все и спасти то, о ком ты мечтал, может ждет лишь тебя, погибая. Не дам мне найти то, что сон рассказал, не бывает чудес, не бывает. Так сказала, и будням отдал суету и в большие дела погрузился. Позже встретил другую, взял жену не в кто. Кто виновен, что сон не сбылся? Кто виновен, что та, что судьбою дана никому не жена? Счастье в руки дается лишь тем, кто сумел устремиться к мечте на свидание, даже если ему и достался удел к ней добраться на край не растает. И еще из них, которые я хочу прочесть, выбрала специально для этого вечера, потому что считаю, что относится он к каждому из присутствующих сегодня здесь и ко всем людям искусства, всем любителям искусства. Очень жаль, что музыканты не остались с нами. Ну, прочтем. о чудаках. Вот уже миллиард лет среди росли дальних звезд светит свыше нам вечный свет. Может, вечный, вот в чем вопрос. Может, это нам до пары кто-то дал этот хрупкий шанс, и пока этот корм открыл, не окончен земной сеанс. И пока этот свет идет, не должны его смысл понять, а мы бегаем взад, вперед, словно некогда нас понять, суетимся, чего-то ждем, словно есть в нашей жизни то. Пустоте пустота, и все. Лишь в кровати работа на стол. Нам приходят и говорят, живет нам запад закон, но нам нет, мы опять дом, работа ушел, пришел, стань успешным, довейся, рвись, слышный лозунги там и тут. Для чего-то да надо жить, для доволен им свет несут, только тепрятся огоньки от костра, что давно зажжет, солнозбродные чудаки, им не писан людской запомнил. Они звезды в себе зажгну, позабыв суету свет, они копят добро души и зовут к себе вечный свет. от их под спор и я хочу прочитать два стиха фонда. Первая классика Роздественского, вторая своя. Роздественский «Будь, пожалуйста, послабее». «Будь, пожалуйста, послабее», «Будь, пожалуйста». И тогда подарю тебе чудо запросто, и тогда я вымахну, вырасту, стану особенным из горящего дома, вынесу тебя сонным. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное, в море прошусь, густое, зловещие, не спасу тебя. Это будет сердцем веренном, сердцем веренном. Но ведь ты же сильнее меня, сильнее уверенней. Ты сама готова спасти других от уныния тяжкого, ты сама не боишься ни свистов, ни огня хрустящего, не заблудишься, ни тонешь, зла не накопишь, не заплачешь и не застонешь, если захочешь. Станешь плавной и станешь ветреной, если захочешь, мне с тобой такой уверенной, трудно очень, хоть нарочно, хоть нам доверен, я прошу родителя, помоги мне в себя поверить, стану особенным. Второй стихотворение, оно моё называется «Сердце дикое». Оставь мне всё самое лучшее, не прячь в людей мои принципы, найди наше светлое будущее, найди его и избереги. Я буду с тобой великой, я буду с тобой счастливой, а ты моё сердце дикое. Защити. Спасибо. Андрей Герябин. Для графини травили волка. Спасибо. Для графини травили волка, его поступь была легка, полированная двустрока, как восторженная строка. Он был больный и одинокий. На виду или на слуху щепитали про смерть сорокий, беспордонного чепуху. У боли я нарчала с флором, легеря поднимали плеть, и все искали, где тот, который должен бить и умереть. Нет, любимая, даже в мыслях я не буду ничей халопать. Я уже не подам под выстрел свой упрямый звериный лоб. И моя негустая шкура не украсит ничей камин. Пуля дура, конечно, дура, только в поле и я один. Все белок и борьзы из теля пора мне беззвучный бег. Эх, дожить бы хоть до апреля. Посмотреть, как растает снег, как по небу плывут беспечно облака до краев земли. И влюбиться в тебя навечно, за секунду до слова «при». И влюбиться в тебя. головой, бессильная и невесела, раздавленная тишиной. Ты правда? Он задал вопрос. Татьяфа прагомбила, да. Он сколько ж я в лет перенес, пока добирался сюда. Что людям сказать, ответь, им правда безмерно нужна. Вот что венокам скажи, что прекрасно, и молодо. Правильно. Красненька, но я не знала долго. Нам места в одной книге нет. Мы даже сразу попали.